Музыка А каково это? Находиться сейчас в тени своего мужа? Разные роли. Именно ролями менялись. Сейчас он равна в связи с тем временем. Потому что подряд идут его новые вещи, новые премьеры, старые вещи в новом исполнении, балеты, симфонии, оперы. Вы знаете, ради этого стоит жить. У вас была традиция такая, что Родион Константинович каждому вашему творческому юбилею дарил вам свою музыку. Однажды даже сказал, что вот не бриллианты же мне тебе дариться. Было такое. Что, ни разу бриллиантов вам не дарил? Вы знаете, зачем мне? Я их не помню. Однажды я сказала, Славя Страхович, Родион подавил меня даму с собачкой. Он говорит, ситуация? Я говорю, нет, молитвы. Вы никогда не ревновали, Родион Константинович? Не давал повода. Никогда. Я приехала из Праги. Прямо к нему сортовал. Мы там жили в маленьком домике, без удобства вообще. Но были счастливы. Счастье той поры и нынешнее, оно разное? Разное. Это разное время, и мы другие. Мы были молодые, теперь старые. Время другое, здоровье другое. Все другое. Но как важно уметь за эти годы не растерять это счастье, подковать судьбу? Слово «уметь» не подходит. Это уметь нельзя. Это или есть, или нет, как талант. Это вот так, или не так. Изменить нельзя. Когда спрашивают, как, что, почему. Полная ерунда. Если бы люди жили по рекомендациям, мог бы жить, была бы другая вся. Вас спрашивают, как же можно жить с человеком, у которого в голове все время музыка? Как хорошо жить с таким человеком. Просто прелестно. Меня всегда поражало даже не это, а меня поражало больше звукорежиссера, который каждый говорил щедрину. Ну, сразу видно, что вы на велончели играли. Сразу другой говорил, видно, что вы на скрипке. Всю жизнь. В трубе играли. Это видно, как вы это написали. Видно, что вы играли. Вот от этого я счастлива. Он это в руки не брал, эти инструменты. Нельзя их взять. Все взять. Ну, вообще, когда, знаете, у человека в голове сто человек оркестр, и каждому он пишет правильно, голосу пишет правильно, знает что-то. Вот это для меня загадка неразрешимая. Вы объясняете в книге, что на вопрос, типа, а почему вы не уехали? Потому что из-за щедрина. Может быть, надо было уехать с Рендионом Константиновичем? Он бы не уехал. Нет, он такой до мозга костей русский человек. Он бы ни за что не поехал за границу жить. Вот здесь мы только потому, что издают его произведение. Это главное. Все. Он же не стал немцем. Но его так издают и так исполняют, играют, что он должен здесь быть просто по месту работы, а не по крови. Он внук священника. Он исконный русский человек. Посмотрите на его произведение. Карменши – это, может быть, единственная тема нерусская. Балеты. Чайка, Анна Карельна, дама с собачкой. Великие писатели. Великий Гоголь – это мертвые души. Симфонии, русские мотивы на русскую тему, озорные частушки. Без конца ходит этот миг о том, что вы давно уехали из России, что в Мюнхене купили дом и живете. А ведь это не так все. Все не так. Во-первых, мы граждане России. У нас русские паспорта. У нас нет немецких паспортов. Живем мы в Москве. Другое дело, что мы сейчас уже ездим по ситуации совершенно другой абсолютно. Петербург больше. Мы в Петербурге бываем несколько раз в году. Мы очень много здесь. Здесь как-то пункт такой. У Рюмка Татьюнча здесь авторское право. Если бы мы жили на авторские права в Москве, мы были бы нищими. А здесь исправно, по-немецу платят, мы этим живем. Мы здесь снимаем квартиру. Это, как в старину говорили, меблированная комната. Так, пожалуйста. А нас это устраивает, потому что не в этом дело. Делаем мы все для себя сами. Есть женщина, которая нас убирает один раз в неделю. Она работает в нашем доме, моется лестницу. Заодно этот один раз в неделю она убирает у нас. Продукты покупаем сами, все делаем сами. Другое дело, что не всегда это нужно, потому что мы очень часто пользуемся ресторанами. И это так живет великая балерина? Я не скажу, что в этом дело, что мы шиковать. Я не нахожу в этом радости. Я нахожу в этом заботы. Если иметь дом, сколько надо заботиться. Его же надо убирать, содержать. Я знала известных очень людей, которые всю жизнь жили. Например, на ботах. Всегда жил в гостинице всю жизнь. Давид Бурлюк. Он жил иногда в гостиницах, иногда на корабле. Он с Марусей, со своей женой, они ездили в кровосмертные путешествия. Так они жили. Останавливались в отеле. Деньги у них были. Они могли платить. И я не считаю, что они не правы. Забот лишних у них не было. Мне понравилась ваша одна фраза, что я намного проще и обычнее, чем люди думают. Я так сказала? Да. Значит, так оно и есть. Но я не считаю, что я золото. Совсем нет. Люди говорят, вот я такой, я такой. Я не могу про себя это сказать. Я вот какая есть. Хотите любите, хотите не любите. Я не настаиваю ни на чем. Какие-то документы, какие-то памятные вещи свои вы отдали в архив в Берлине, а не, скажем, в Москве. Я разделила пополам, даже не пополам. В Москве больше. Может быть, даже значительно больше. А я всегда, именно потому что я реалист, я реально смотрю. Где-то погибнет, а где-то останется. Пускай будет и тут, и тут. У меня, вот у меня лично дома уже почти ничего. Костюмы я отдала в музей. Больше всего в Бахрушинске. То, что принадлежало театру, это в театре. Ценные костюмы, то есть карден, все в музеях. В русском музее есть, в театральном музее есть, в Питере. И боль, все, почти 95% в Бахрушина в Москве. Вам же очень много дарили в разных видах лебедей. А самый замечательный был какой лебедь из подаренных? Вы знаете, они все были разные. Кто-то из фарфора дарил, кто-то из хрусталя. Много маленьких, побольше таких хрусталей. А были ли когда-нибудь букеты в форме лебедя? Букеты нет, но лебедь был сделан из лепестков. Рос, это мне подарил Саша Годунов. Просто ахнуло. Красота была. Свежие они пахли. Встаем и запах. А чего же он сам не вручил? Ну, он так решил. Я прихожу и ставит от него ничего. Я не знала, от кого он мне написал. Ни записки, ни света. Но мне сказали, что это от кого? Это только Годунов. В Петербурге есть такое театральное кафе. Даже не кафе, можно считать, ресторан. Там, где висят старые афиши. Касситы, костюмы, пики и фотографии. Когда я туда пришла первый раз, я так посмотрела. Я обижала эти фотографии. А потом одногруппу. Это что-то потрясающее. Какая поза. Какая красота. Кто это? Я подхожу ближе, смотрю, Анна Павловна. Тут что интересно. Мы всегда знали, что у нее тут был камень. Конечно, это кровь. Красный камень. Она умирает. Я когда взяла эту пачку, я смотрю, он синий. Это был синий камень. Кровь тут при плечу. Это бакстовский костюм. Он взял синий камень. Не знаю почему. Какие-то такие неожиданные подробности. Большой театр совершенно разгромлен ремонтом. И сроки все время отодвигаются. Нет ли ощущения, когда откроют старую, новую сцену, что все-таки уйдет вот что-то то, что создавало какую-то вот магию. Большого, старого. Очень боюсь, что это так. Боюсь. Потому что я не думаю, что люди, которые сейчас это делают, понимают в полной мере, что такое слово «акустик». Я там услышала слово «бетон». Случайно, когда я это рассказываю. Боже мой. Самое страшное, что может быть для акустики. Специальное дерево. Даже опилки какие-то были специальные. Все было. Ах, да, взяли, выбросили. А это как раз то, что было нужно. Когда сняли портер, там это все было сделано под портером в виде скрипки. Это, наверное, тоже не зря. А ложи были сделаны из дерева, из конюшин. Которые, знаете, десятками лет в конюшне с лошади. Это, знаете, пропитывалось. И это давало акустику. Знаете, это все было с уном сделано. А не то, что тябля-бля. В своей книге вы говорите о том, что сцена для вас, в том числе и вот сцена большого театра, в те времена была даже врагом. Нет, врагом сцена не была. Врагом она никогда не была. Но ее надо было опасаться. Потому что из-за ножи могли быть колбозами. Однажды я упала, поскользнувшись на вот такой звеный гвоздь. Прямо и сильно. Во-первых, там прибивали декорации. Там колбозами были какие-то. Только смотри под ноги. Сейчас можно под ноги не смотреть. Потом, знаете, она такая ровная. Там можно на заду вертеться, делать какие-то труды, которые были нереально раньше. Теперь это открылось все для хайографов. Ставь как прочь. И в то же время все-таки ярких имен и величин намного меньше, чем в ваше время. Другие были требуемые. Другие даже заходили. Другие сотрудники. Мода сейчас совсем не знает. Девочки у нас сейчас очень древненькие, гуденькие. Раньше были и короткие, и кривоногие. И все это было возможно. Мужской танец вирус не слышал. Такие танцы вообще. Ну, с другой стороны, все времена, золотое время, мы знаем, Годунова, Лиепу, Павель. Это позже. До них. До Васильева, я могу сказать. А Нуриев. Ну, на то время он был действительно изменительный. Я вам скажу, его влияние огромное. Всемирный балет. Другое дело, теперь его уже давно перетанцевали. Опять же, к тому вот подбращаем. Было это. Сегодня вот с этими танцами он бы не проиграл такое впечатление. Чья Кармен за последние лет десять вам ближе всего оказалась? Она не забита в рамки академизма. Они не старили. Это новое слово в балете. Кармен. Она не только не устарела с 67-го года. Она сейчас по-новому звучит. Мне, чтобы они взяли, что станцовала Кармен. Только что. Она говорит, боже мой, совершенно новый спектакль. Он не только не устарел, он новый. Так приятно это слышится. И когда мне Фурцева тогда сказала, Кармен умрет, я ответила, Кармен умрет тогда, когда умру нет. Сейчас я уже могу сказать, я умру, Кармен нет. Вот эта знаменитая фотография, именно эту сцену Фурцева называла самым сексуальным и запрещала. Не так понимаю слово секс. Не в этом же дело. Есть такие вещи, которые не поддаются объяснению. Потому что это или есть, или этого нет. А это было несовременно. И это еще только начало. Я должна вноситься совсем. Это же еще полдвижения. Это было закрыто. Закрывали такую вот сверху занавеску и выключали свет. Это нельзя было смотреть. А когда я танцевала в «Фантазию», Халапин, он был министром телевидения, к нему пришло две тысячи писем, в которых было написано, что это порнамеря. Это нельзя. А когда я вижу сейчас иголых и таких косяких, я радуюсь, потираю руки. Вот вам. Вот. Знаете, ешьте. И нам ничего не решили. Какая там портальня. Потом, знаете, немножко состояние вот этой кармены. Все это принимали за сексуально. А для коммунистов это было плохо. Они же в шубах делают своих детей. Как-то мы с вами разговаривали о карме на молодых балеринах. Вы тоже такую фразу произнесли. Все хорошо, все замечательно. Но она же не понимает, что она танцует. Это относится ко многим по всему миру. Не то, что она танцует, а зачем она на сцене. Как-то я Ратманскому сказала, я говорю, какое счастье. Сейчас у балерин, у них есть видео. Она может видеть себя. И она может исправить. То, что у нас не было, я себя не видела. Я потом посмотрела ему, боже мой, я бы все сделала не так. Сейчас она видит. Он мне на это так спокойно смотрит на меня и говорит, да что? Они на себя смотрят с восторгом. Не только ничего не исправляют, а вот так. Это все зависит от человека. Как он относится к искусству, как он относится прежде всего к себе. История твое сетют. Искусствуя на себя. История твое сетю. КОНЕЦ 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 Театр был на 99% партийный. Только три балерины, которые не были членами партии. Это Семенова, Уланова, Близецкая. Вот удалось. Тем не менее, иногда намекали. Но я тоже делала вид, что полная дура, ничего не понимаю, о чем речь. Тут я знала, что я костми, лягуна. А потом все знали, что я не очень подчиняюсь. Таких либо уничтожали, либо наплевали. Так вот на меня решили наплевать, потому что я была нужна. Молились, когда кто приезжал, кто танцует. Лебеди мне, например, запрещали танцевать последним номером. Все артисты просили, чтобы я была последним номером, чтобы после меня выходить было нехорошо. Всегда бис, всегда крик, после этого никто не хочет. Но когда были сталинские какие-то ответственные концерты, я танцовала к каким-то пятым, шестым номерам при девяти номерах. Нельзя кончать на пессимистической ноте. Нельзя, чтобы лебедь умер. Потому что идиотизм советской власти, он предела не имел. Первую половину снижения делали то, что есть. И мы никогда не говорили, что мы хотели. Мы не разрешали то, что мы делали. Потому что не предупреждали никогда крючок со стороны, а тем более и за границей. Нереально. То, что мне делали, вот, вот, Ролан Гетти, делал Альберта Луашек. И это вы знаете почему? Ролан Гетти, а Луашек, не хотели ссориться с Фиделем Кастро. А Ролан Гетти, поскольку друг Арагона. Самый главный, кому есть Франция. Поэтому это разрешали. Только, пожалуйста. Вы свой язык английский всегда называете варварским. А как вы общались во время гастролей? Всегда были какие-то приемы, встречи с политиками, с Кеннеди, с Кастро. Это было нелегко. Я не говорю на иностранных языках. Кто со мной хотел общаться, не мог. У меня были всегда переводчики. И это было так, на пределе каком-то. Но сама непосредственно я ни с кем не общалась. Потому что вот мы были так воспитаны. Ты знаешь английский, это тебе лучше. И уже дрожали, никакого английского ничего не надо. Сейчас наоборот. Если не знаешь, это плохо. Я встречалась с Софьей Лорен, которую я совершенно обожаю. Она тоже хотела со мной поговорить, но под рукой не было переводчика. Люди хотели со мной общаться. Много людей хотели общаться. И не могут, потому что никто не знает русского языка. Ну а мысли о том, чтобы все-таки язык выучить? Тогда, может быть, не было уверенности, что это нужно. Но потом лень матушка. Но труд балерины, это же такое невероятно тяжелое искусство и испытание. И вы так блистаете на сцене. Это что, без труда? Немножко люди преувеличивают, говорят, что это нечеловеческий труд. Трудно. Все хорошо делать трудно. Все. В любой профессии. Я считаю, что циркачи гораздо больше. Они еще и жизни рискуют. Преклоняюсь перед цирком. Перед спортом тоже. Я люблю балет, но это другое дело. Я говорю объективно. Я говорю, как трудно быть в спорте, как трудно еще труднее быть в цирке. И тоже трудно в балете. Я все-таки для людей, это не для себя. Некоторые говорят, что я делаю для себя. Баги, не танцую, пишу. Я ничего не делаю для себя. Все, что я делаю для людей, я выходила, я сделала для публики. И только для публики. Все думают, что это коронные, что это взмах. А это крыло птиц, которые я подсматривала в моем парке. Птиц. Не у балерин. Кроме того, и осанка эта. И в Лебедином озере это еще и зыбь воды. Она уплывает, и это зыбь воды. Это вода. Мало того, что крыло, это еще и вода. И настроение. И музыка. Кто играет? Скрипка, галанчель. Другое совсем настроение. И бас, и дитяна. Ваганова вас называла «Моя рыжая ворона». Без «Моя». Просто, да. Потому что я проворонивала. Я была ярко-рыжая. И воронива, она никому это не прощала. Мы проворонили что-то. Но мне прощала. Потому что не то, что я не прощала ей нравилась. Нет. Она дала мне материал. И себя. И этот материал в конце не использован. Я это знаю. И сегодня. Моя рыжая ворона «Моя рыжая ворона». Всегда как-то говорят. Вот Крисецкая, вот Улановая. Как вам удавалось находить какой-то общий язык? Мы на ролях не соперничали. Никогда. Не могли мы такие разные. Потому что, например, первый каменный святок Лавровского. Она была Екатерина, я хозяйка родной горы. Вот Сарайский фонтан. Она Мария, она Рэма. Жизель. Она Жизелья Мирта. Мы все время были в одном спектакле вдвоем, на разные роли. Другой амбуал. Как получилось, что она у вас репетитором стала? Она была репетитор официальный в театре. У меня репетитора не было. Так же, как постоянного педагога не было. И всего дошла со мной. Очень много было спектаклей, я на них и научилась. Я думала, что вот, может быть, это хорошо будет, если немножко она меня соберет, поэпетирует со мной. Она все-таки организовывала. В ней была дисциплина. Очень была дисциплинированная. Но она как, с удовольствием этим занималась? С удовольствием. Если она не с удовольствием, она бы не стала. Нет. Она рассказывала вам даже то, что вообще никто не знал. Специально мы ни разу не посидели, но в театре, за репетицией, к этому все-таки разговаривали. Но она была очень закрытым человеком. Очень закрытым. И она безумно боялась людей. Она ходила по коридору, опустив глаза. И бочком. Не дай бог с кем-нибудь встретиться глазами. Она была према. Очень мало танцевала. В Кремле ее вообще никогда не занимали. Вы всю жизнь в искусстве, богеме. В то же время вкусы у вас есть в таком житейском плане. Вы любите селедку, черный настоящий хлеб. Ну, это вкусно поэтому. Я уж говорила вам, что хлеб с маслом – это вообще лучшее, что придумали люди. И кремы люблю, и пасьянсы люблю, и селедку. А я не хочу даже менять. Если я это хочу, почему бы нет? Хотя, изысканные вещи тоже интересно попробовать. Я интересуюсь. Но я моде никогда не отдаю дань. Я ношу всегда то, что мне нравится. То, что мне кажется красивым. А знаете, корден. У него фантастические силуэты совершенно, небывалые. Как в свое время ботичели. Это же все с него пошло. Достаточно того, что первый сделал мини-юбки, черные колготки. Это до сих пор модно. Черные колготки, мини-юбки. А удается сейчас хоть иногда общаться с корденом? Очень редко. Потому что мы во Франции не бываем слишком часто. Ну, как что-нибудь раз в год не чаще. И он не всегда там бывает. Он очень много работает. Несмотря на то, что у него огромный возраст. Еще больше, чем у меня. Одно время по Москве ходили разговоры, что именно вы были такой законодательницей моды. Я вижу на женщинах даже и теперь. Иногда. Платье моего фасона. И мне это очень нравится. А что ваш оптимизм всю жизнь впитало? Я не думаю о том, что я оптимист. Я реалист. Я такой смешной. Мальчик-оптимист и мальчик-пасиму. Прибежал жеребенок и что-то сделал. И пессимист говорит, ах, вообще я не знал, что сделал. А оптимист говорит, собак, лошадка, лошадка прибегала, лошадка прибегала. Многие и великие, и простые женщины пали на этом поле борьбы с возрастом, с жизнью, с нервами. Но вам грех жаловаться. Вы в такой замечательной форме. Об этом только можно мечтать. Ну, знаете, нервы тоже ж нити. Как же жизнь прожита и очень непростая. Есть такой миф о том, что какие-то вот золотые нити, которыми вы пользовались. Золотые нити я не использовала, я не знаю, что. Потом это, кажется, делается вообще в молодом возрасте. Это в пожилом возрасте уже не работает. Я слышала об этом. Я вам скажу, наверное, отчего это. Есть такая Ольга Цуканова. Она заведует такой вот лабораторией. Она была одна из тех, кто давали деньги на мой конкурс в Петербурге. Так мы познакомились. Поскольку она заведующая молодыми людьми, со мной в хорошее отношение, значит, я это делала. А, то есть отсюда миф родился. Ну да, да. А как вы вообще относитесь к мифам о себе? Вы знаете, странно я никак не отношусь, потому что люди, в общем-то, они говорят, что хотят. Напоследок хотелось бы услышать пожелания нашим читателям «Комсомосской правды». Вы знаете, я желаю людям, нашим российским людям, нашу жизнь. Трудные желания, трудные, трудные. Очень тяжело это. Это просто мое желание. Будьте здоровы. Будьте хорошее, спасибо. Что? Настя. Будьте кровать! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!